Микс-ньюс. Голова предмет темный, исследованию не подлежит. А мы попробуем. Врач-психиатр-психотерапевт Ариэль Резник-Мартов исследует события недели, поставит диагноз и назначит лечение. Нет, это не болезнь, это позиция от неграмотности. По понедельникам, когда нам особенно тяжело, в 16 часов. Лечебно-политическая и общественно-профилактическая программа «Диагноз недели». И тебя вылечат, и тебя тоже вылечат. Здравствуйте, уважаемые слушатели. Мы с Вадимом Родионовым вас приветствуем. Сегодня у нас такая, как принято говорить, сборная солянка. У меня накопился ряд вопросов, которые обычно мне задают мои пациенты. И по этим вопросам мы и пройдемся. На чем задержимся дольше, на чем меньше. Сколько мы с Вадимом два импровизатора, мы никогда не знаем. Да, и вы, кстати, можете также принимать участие в нашей беседе, присоединяться, звонить по телефону прямого эфира 672-12-93-9, а 672-13-93-9. С чего бы хотелось начать? Когда мы начинаем терапию с пациентом, я часто упоминаю, что важная часть терапии – это анализ сновидений. И регулярно вступает вопрос. Это как в сонниках. Ну, то есть, что сонки. Это снится к тому-то, а это к тому-то. Я начинаю объяснять, что работа со сновидениями в психотерапии немножко другое, что сон – такое послание от нашего бессознательного, которое к нам приходит, пока сознание спит, и приносит нам какую-то важную информацию. Что-то о наших страхах или о наших скрытых желаниях или о наших сильных эмоциях. И как раз недавно, разговаривая о снах и их посланиях, у меня появился мой собственный пример, который меня впечатлил самого. Я был в субботу рано утром идти на тренировку, на которой уже никто не появлялся. Я принял четкое решение идти туда. В середине ночи я проснулся, засыпал, думаю, может, не ходить, может, не надо, но пропущу еще разок. Я засыпаю, и мне снится мой тренер, который смотрит на меня и говорит, Ариэль, ты подлец и бесчестный человек. То есть, подсознание дает очень четкий сигнал, что идти нужно. Я просыпаюсь с мыслью «надо идти». И вроде бы забавная история. Вроде бы на поверхности это о том, что не хотел идти, что-то внутри говорит, что надо идти. И вроде бы так оно и сработало. Если на поверхности. И если вот чуть глубже, когда тебя во сне называют подлецом и бесчестным человеком, и ты чувствуешь себя виноватым, я волей-неволей задал себе вопрос, о какой же вине идет речь. Почему такие мощные слова – подлость, отсутствие и честь? Явно просто нежелание идти на тренировку – не самый мощный повод для таких образов. Я сейчас задумываться о себе. Свои размышления я озвучивать не буду. Это скорее вопрос меня с моим психотерапевтом или меня со мной лично. Но заметьте, как мощно выскакивает чувство вины. Как мощно выскакивает ощущение, что что-то сделал очень не так. Это то, что тревожит. Возможно, не всегда это можно сразу считать. То есть, и сон дает ответ на этот вопрос? Или дает намек на то, что нужно искать в том направлении? И намек. Сон дает образ, в котором можно дальше работать. Вот в данном сне выскочило то самое чувство вины и какого-то очень сильного проступ, которое я совершил. Сразу вспомнил в двух книгах. В одной, не помню, в какой была фраза, если любого человека схватить на улице и не объясняя ничего, запереть его в тюремную камеру, он будет сидеть, пока явно сам себе не придумает, за что его посадили. Он вспомнил, в чем он виноват. И у Фридриха Дюринмат, если не ошибаюсь, вот такая пьеса «Авария», где какая-то группа старичков развлекалась тем, что гостиница, случайный проезжий человек, они устраивают суд над ним. Вот одного они судили, проезжего, и уже собрали бы объяснить, потому что это такая шутка, ничего они не знают, как выяснили, что он повесился в ожидании приговора. Мне кажется, что это история про скелеты в шкафу, потому что даже у самого, казалось бы, честного человека, обязательно есть какой-то скелепт в шкафу. И это тоже, потому что у нас у всех есть большие или меньшие провинности. И чувство вины не всегда основывается на реальных проступ, которые ты совершил. Чувство вины может быть в тебе возвращено, выпистовано кем-то. Чувство вины может в тебе быть несправедливое. Ты может быть убежден в том, что ты виноватый и плохой человек. Может быть, по-разному. Но просто сон нам дает намек, куда копать. Или, например, один из снов моей пациентки, молодой девушки, которая была на тот момент свободной, искала какие-то отношения. Ей приснился кит, который плавал где-то в районе Рижского залива примерно. Как она сказала, он был маленький, но плавник, как у большого взрослого кита. Когда мы начали анализировать сон, мы пришли к образу ухаживающегося молодого человека, который молодой и ведет себя как взрослый, зрелый, опытный мужчина. Совершенно неожиданно для нее. И дальше мы пошли за этими чувствами. Так вот, к чему я клоню. Сон – очень многослойная конструкция. Один образ сна может означать очень много всего. А почему подсознание, кстати, так сложно устроено? Я понимаю, что я сейчас упрощаю этот вопрос, но тем не менее. Почему намек и возможность для интерпретации? Почему нет, условно говоря, прямого ответа на тот вопрос, который может быть задан? Почему так сложно? Потому что все, что просто, обычно неправда. А иногда говорят о том, что все, что просто, может быть как раз правдой. И мы часто усложняем то, что есть. Я думаю, что анализы сновидения – это не касается. Потому что, если можно измерить глубины океана, то глубины бессознательно измерить невозможно. Есть наша бессознательная, есть коллективная бессознательная, очень много всего. Поэтому бессознательный – такой источник, которого мы очень много узнаем о себе. я не говорю о дурацких книжках, подружись с своим бессознательным, обрети силу своего бессознательного и так далее, и так далее. Но сновидение – это вот такая одна из калиток, которые ведут в бессознательный, где мы можем узнать о себе очень много. Здесь получается, что ведь это механизм, когда бессознательное и сознательное встречаются в наших снах. Потому что мы можем таким образом заглянуть в свое бессознательное, потом, проснувшись, если мы запоминаем сон, мы можем, в общем-то, увидеть что-то оттуда, что скрыто для нас в период бодрства. Когда мы анализируем что-то, приходящее оттуда, тогда мы эту бессознательную информацию делаем осознанной. Потому что то, что мы запоминаем из сна, – это символы. Это, грубо говоря, образы сна – это такие символы, иероглифы, на которых написаны послания. И, истолковывая его, мы начинаем что-то о себе больше понимать. Ну, как известно, наиболее значимы сны с повторяющим сюжетом. Я несколько раз видел людей, у которых были многолетние повторяющие сюжеты сновидений. Часто ведь это к кошмарам относится, когда, например, человек пытается бежать, а бежать не может. Или он пытается бежать, но очень медленно идет. Его там кто-то настигает. Ну, классический сценарист. Для кого-то это кошмар. Для кого-то это очень странный сон. Он не страшный, а странный. Человек находится в непонятных местах, человек встречается с людьми, которых он никогда не видел, или с людьми, которые давно умерли, или с людьми, которые являются реальными персонажами его жизни. Но, опять же, мы не трактуем сны слишком буквально. Когда я предлагаю пациенту задуматься об образах сна, он отпускает на свободу все свои ассоциации, ассоциации воспоминания, то, что приходит на ум, когда он думает о конкретном образе или ситуации сна, это нас приводит к очень интересным находкам. Ну, не зря Фрейд называл анализ сновидений царской дорогой к бессознательному. Это о теме сновидений, о теме вины, которая мелькнула в моём сне. Ещё одна вещь, которую я часто слышу у моих пациентов в самых разных интерпретациях – это тема неразрываемых отношений, это тема отношений, обид, которые не прекращаются. Это как чемодан без ручки, получается? Да даже не так, потому что… Выбросить жарко, жалко, а нести сложно. Хорошая оговорка – выбросить жарко. Жарко, да. Это же двусторонние истории. Да, то, что вы назвали, Вадим, бывает и такое, когда кто-то в отношениях понимает, что партнёр уже давно его тяготит, неинтересен и так далее, но почему-то эти отношения не прекращаются. Есть другие отношения, и они очень… Это могут отношения между супругами, это могут отношения между друзьями, между родителями и детьми. Отношения, растянутые в многолетнюю травму. Люди, которые почему-то вроде бы уже даже и расстались, но не в состоянии друг друга отпустить. Люди, которые колеблются между обидой, злостью и привязанностью. Я вспоминаю серию афортов «Капричас» Франциска Гоя. Там есть образ мужчины и женщины, над которыми в воздухе висит огромная сова в виде, наверное, судьбы, и вцепляется когтями в волосы обоим. Они не в состоянии расстаться, они мучаются и так далее. И это как раз та ситуация, когда никто не может логически до конца понять ситуацию. Люди, прорабатывая отношения, в какой-то момент могут вроде бы рационально себе объяснить, вроде бы даже закрыть и закончить эти отношения. Но в какой-то момент вдруг обрушивается снова обида, гнев, слёзы. И это звучит тут по кругу, это не прекращается. Это бессознательная такая попытка удержать то, что есть? Или сознательная часть? Это бессознательная попытка. Если бы что у этих людей зачастую осознанно нет никаких оснований оставаться вместе. Хотя тоже интересная история. Люди вроде бы уже рассоялись, расстались, объявили, что на звуку чужие, и вдруг они пишут другу послания, как ты, как дела, как поживаешь. Вроде бы уже давным-давно приняли решение, что всё эти отношения себя исчерпали. И тем не менее люди восстанавливают их снова и снова. Здесь нет такого элемента иллюзии некой стабильности, потому что человек привык жить в этом состоянии, ему страшно оборвать это, потому что он не знает, как будет там, после того, в конце концов, это ведь тоже путешествие в неизвестное. Да, это токсичные отношения, да, они разрушают, но здесь вроде всё понятно. А что будет там, никто не знает. Я сейчас говорю даже скорее не о людях, которые живут в одной квартире, ненавидят друг друга, но не расстаются. Потому что эти люди – это более распространённая история. Это люди, которые хватаются на самом деле за массу поводов не расстаться. Неважно, страшно остаться одному или что-нибудь совсем анекдотичное, по отдельности трудно платить за квартиру. Так вот, а же я это… Или, например, бесконечная история, которая будет повторяться очевидно. Пока существует род человеческий, мы остаёмся вместе ради детей. Хотя это травмирует детей. Детей травмируют. Дети некоторые ещё, оставаясь подростками, спрашивают, зачем друг с другом живёте? Зачем вы это делаете? Или дети, которые выросли, когда слышат от кого-то из родителей, это ради тебя и в своих отношениях? Зачем? Мне было плохо. И это, кстати, формирует чувство вины, потому что условно отец или мать говорят, что это ради тебя, соответственно, я страдал ради тебя, и ты в этом виноват. Да, и можно на какой-то поверхности сказать, что это перекладывание чувства ответственности, перекладывание ответственности на другого человека. Да, всё просто объяснить. Не то, что ты виноват, но это просто я ради тебя предался благородному самопожертвованию. Да, ну, самопожертвованию. Соответственно, человек, ради которого, может чувствовать себя виноват. Бессознательно, опять же. Неумышленно, может. Да. Жертва же такое интересное выражение, потому что я вроде бы ради тебя пожертвовал своим счастьем. Отдала или отдал лучшие годы. Вот классическое выражение. Это в отношениях между супругами. Ну, и можно, в конце концов, применить и к детям, потому что это тоже, что я тебя воспитывала, и т.д., и т.д. Да. Но обычно люди жертвуют чем-то странным. Люди жертвуют жизнью, которая их и так не радует. Люди жертвуют тем, что такие жертвы – это нечто, чем мы должны дорожить, нечего нам жалко. Если помните, когда в «Трёх мушкетёрах» Арамис собирался в очередной раз бросать ряды мушкетёров и уходить в священнослужители, он должен написать диссертацию. Одна из тем, которые он рассматривал, называлась «Некоторые сожаления приличествуют жертвующему Господу». То есть ты не можешь жертвовать Богу того, что тебе самому не очень нужно. То же самое и с людьми. Когда мы жертвуем чем-то, от чего нам не очень хорошо и радостно, это псевдожертвование. Ну, как мы знаем, Арамис не пожертвовал даже в 20 лет спустя и в 10 лет спустя любовью к женщинам он не пожертвовал. В общем, продолжал. Ну, в конце концов, он стал генералом ордена иезуитов, то, наверное, всё-таки чем-то вышлось поступиться. Чего не сделаешь ради власти и веры в Бога? А вот я сейчас говорю о людях, которые вроде расстались и живут не вместе, а всё равно что-то в них друг друга не отпускает. И я, работая с такими людьми, для себя начал понимать, что у многих из них есть некий образ семьи, которую нельзя разрушать. Пока мы в отношениях, наша семья всё равно присутствует. Пока мы в отношениях, пусть мы воюем, пусть нам плохо, но всё равно никто из нас не один. Поэтому, когда эти люди пытаются расстаться окончательно, кто-то обязательно не выдержит, начинает писать первым. Второе откликается, и эта история рано или поздно снова выходит на круги своя. И это может быть очень по-разному. Может быть, у некоторых людей это семья, в которой они выросли, в которой семья была нечто принципиально неразрушаемое. То есть речь о расставании даже не шла. Если кто-то, не важно, отец или мать, даже у них случались какие-то приключения, романы, на какое-то время они могли даже попытаться уйти из семьи, всё равно они были отловлены и возвращены на место. Это семья, которая, что бы ни происходило, не может быть разрушена. И дети, выросшие с этим месседжем, как нынче принято говорить, для них тоже семья нечто не разрушает. Даже когда вроде уже и рухнуло, когда вроде можно перевести дыхание и начать строить что-то новое, невозможно. Я не могу позволить себе строить что-то новое, я таким образом признаю себе, что вот эта моя семья окончательно умерла. То есть в этом смысле получается, что семья может быть тюрьмой? Да, причём тюрьмой, ключ от которой находится в руках самого человека. Но он не готов его повернуть? Ну вот, я помню, как в какой-то передаче уже говорил, есть такой забавный сериал «Люцифер», где… Я смотрел первый сезон. Да, где Люцифер находится среди людей, он с кем-то разговаривает, он говорит, вы думаете, что вас в аду кто-то держит? Любой из вас может уйти оттуда в любой момент. Не уходит, потому что не хотят, потому что они снова и снова хотят оставаться в тех самых ситуациях, в которых они жили на земле. Они переживают ситуацию заново и заново, их собственная вина не даёт им уйти из этого ада. Ну, кстати, ещё ведь аналогия побега с Шаушенко, помните, там был тюремный человек, который вышел на свободу и повесился, потому что он не смог жить на свободе, не принял эти правила и хотел вернуться обратно, а его не брали. И он ведь в тюрьме, он заключённый, и он, наверное, уже просто его сознание этого требует. То есть можно такое аналоги провести с этой семьёй, которая проезжает в тюрьме? Можно, потому что это тоже человек, который не видит, не представляет и не хочет видеть иного будущего, потому что тюрьма – его реальность, тюрьма – это его отношения, потому что в тюрьме для него это искажённый мир, но очень понятный. И очень стабильный. Очень стабильный, и жизненно там прогнозируемо. А оказаться на свободе, что такое свобода? Свобода выбора. Свобода – это сложно, как мы знаем. Свобода выбора с правом на ошибку, с правом на удачу, на что угодно. Потому что ведь даже есть простой пример, когда, например, ты хочешь съесть что-то, и когда перед тобой выбор блюд, иногда хочется, чтобы тебе просто показали и сказали, вот бери это и всё, потому что выбор – это сложная процедура. А вдруг ты выберешь не то, а вдруг вот это вкуснее того, и так далее, и тому подобное. Я сейчас, конечно, упрощаю эту ситуацию, но смысл понятен, мне кажется. Ну, человек, боящийся совершить ошибку, это очень распространённая история. Поэтому люди хотят определённости, стабильности, поэтому люди иногда хотят сильной руки, которые… Когда они не хотят ответственности, ответственности за свой выбор. Они хотят ответственности очень урезать. И люди хотят сильной руки, неважно, речь идёт о правителе государства, или о сильной руке в самой семье. То есть это сильная рука, на которую можно, конечно, ворчать, но это сильная рука, которая одновременно несёт некую оберегающую, даже удерживающую семью вместе функцию. Ну, оберегающую ли? Или всё-таки это иллюзия? Наверное, на оберегающую. Наверное, если мы посмотрим на историю, то кто обычно был вождём племени. Вождём, дружина. То есть тот, кто мог с одной стороны это племя защитить от недругов, но с другой стороны тоже был достаточно жёсткой рукой правил. И своих, чтобы чужие боялись. Даже не знаю, пугал ли он чужих таким образом, но, наверное, за чем-то приходится платить, когда ты отдаёшь ответственность за свою жизнь кому-то другу. Мы все отдаём, кстати, государству. В чём ты ответственны за себя? Ну, государство нас, наверное, просто не спрашивает. Например, оно не спрашивает, должно ли мы платить налоги. Мы должны платить налоги. Хотя мы не всегда, возможно, согласны с тем, куда наши налоги уходят. Мы не можем выбрать. Ну, вот когда-то у меня с кем-то, кстати, по-моему, с кем-то из ваших коллег была дискуссия о том, можно ли людям носить оружие. Я был за, человек был против. Он мне сказал, ну, мы же делегировали государству, чтобы оно защищало нас. Значит, мы не должны носить с собой ничего подобного. И я говорю о том, что это странный делегирование, что государство не может, из такой небольшой брат из книжки, следить за тобой на каждом шагу твоей жизни, защитить тебя от любой неприятности, неважно, от бешеной собаки или от нескольких хулиганов. Поэтому люди, которые ратуют за им право на ношение или на хранение оружия, это люди, которые ратуют за право сохранить части ответственности за свою судьбу. Другое дело, что на себя оружие этой волей-неволей может повлиять на чужие судьбы. Все не так просто, но тем не менее. 6-7-2-12-93-9 и 6-7-2-13-93-9, телефоны прямого эфира, присоединяйтесь, звоните, программа «Диагноз недели» с Ариэлем Резник-Мартовым. Мы сегодня обсуждаем ряд тем. Другая история. Вот мы говорили о том, что люди не могут расстаться, потому что их семья – это было нечто незыблемое, несокрушимое. отдельная история, вроде противоположные, люди, которых настоящей семьи никогда и не было. То есть семья состояла или из глубоко травмированных и травмирующих людей, семья была холодным местом, жестким местом, недобрым местом. В семье могли быть какие-то всплески близостями, как всплески, как эпизоды, но не более того. Это страшно ведь, потому что мне, кажется, что когда появляются эти всплески, и потом резко исчезают, и человек только получает, маленький человек, допустим, если мы говорим о ребёнке, получает эту надежду, и его тут же её лишают. То есть он получает какую-то толику тепла, надеется, что будет продолжение, а она заканчивается. Мне кажется, это страшнее даже, чем просто холод. Увы, это страшно, но это не сказать, чтобы редко встречалось. Так вот, человек, выросший в такой семье и попавший в семейные отношения, после этого человек, который попытался их построить, честно, но строил их исходя из своего опыта. Не очень понимаю, что такое любить, не очень понимаю, что такое близость. И с одной стороны, он и в этих семейных отношениях остаться не может, а с другой стороны, ему их страшно потерять. Вот это балансирование на канате, это странно, когда ты вроде уже ушёл, и в любой момент тебе в ту самую свободу ты можешь сорваться, это как падение тебя, оно очень пугает. Поэтому даже эти протягивающиеся ниточки между бывшими близкими людьми, они ценные, поэтому за них держатся, поэтому друг друга, увы, не отпускают, и на свободу никто, пока кто-то хоть один не примет решение, на свободу никто до конца не выходит. Это такая странная тягучая история, когда один не отпускает, второй не готов уйти, и всё это может продолжаться и затянуться на годы, и это вот то, что называют ни рыбом, ни мясом. Может быть так. Это подвешенное состояние. Людям нечего оттолкнуться. Это как трясина получается? Это можно назвать трясиной, это может быть чем-то, что у человека под ногами нет опоры. Вот выражение человека, который твёрдо стоит на своих ногах, известное. Вот люди, у которых не было этой семейной опоры, семьи из родителей, а за ними бабушки, дедушки, некая такая как многослойная история, по которой ты опираешься. И вот человек без опоры под ногами, человек, который ощущает под ногами трясины или бездна, ему очень трудно что-то вообще прочное строить в своей жизни. Ему не на что опереться. У тебя приходит по этому поводу такая историческая ассоциация. Во времена, как мы знаем, древних римлян, древних греков основная действие части армии была пехота. Легионы, манипулы, фаланги. То есть мощное построение. Кавалерия всегда носила очень вспомогательный характер. Почему? По простой причине никто не изобрёл стремена. Люди держались большими усилиями в седле и могли издалека кидаться дротиками, стрелять из луков, но не более того. И пехота правила и рулила до тех пор, пока кто-то не изобрёл стремя. И всё поменялось. И в этот момент оказалось, что это не просто слабый человек, который еле держится на коне и кидается дротиками. Это человек, который упирается ногами в стремена и атакует с копьём в руке. И это уже не слабый человечек. Это объединённая масса коня и человека, которые носят страшный удар. Лошадиная сила, в конце концов. В какой-то степени. И вот в этот момент расклад поменялся. И появились те самые конники, потом появились рыцари. Что-то по себе было одна из самых страшных вещей таранного удар рыцарской конницы. Тоже до определенного момента, пока пехота не сделала выводы и не нашла свои лекарства против конницы. Но, я бы сказал, человек, который в результате терапии, каких-то поисков, работая над собой, обретает почву под ногами, можно сказать, что он становится, не знаю, рыцарем, становится человеком, который правит конём своей судьбы. Простите за пафос. Человек, который становится… у него появляется опора, а значит, у него есть ничего отталкиваться, значит, есть куда двигаться, есть направление вверх или в любую другую сторону, это совершенно другая жизненная история. Ну, вот этот процесс перехода терапии, в конце концов, насколько он сложен? Насколько сложно обрести опору, если у тебя её не было? Если, в общем-то, даже представление об этой метафорической опоре, оно только теоретическое? Людям как-то судьба или что-то посылает разные степени травмированности. Помимо разных степеней травмированности, людям достаётся разная генетика, людям достаётся разные способности переносить травму, разные способности компенсации и тому подобное. В какой-то передаче, кстати, говорили о преимуществах людей, некоторых людей, которые выросли в травматичных условиях. Они оказались в каких-то ситуациях более способны к достижениям, к преодолению карьерии и так далее. Если это не те люди, которые разрушили себя, то это люди с очень мощными навыками выживания. А терапия с ним всегда требует времени, любая терапия требует времени, смотря какие задачи. Иногда люди приходят с некоторыми не очень глубокими целями, не очень большими задачами и достигают какого-то промежуточного состояния, им хватает. Есть люди, которым хочется глубокой терапии, глубоких перемен. Это, конечно, требует достаточно много времени. Поэтому я, когда читаю где-нибудь в интернете, что кто-то обещает серьёзные перемены за два, три, четыре раза работать с пациентом, я, может, кто-то и умеет делать чудеса, но у меня это вызывает изрядный скепсис. Ну, это можно сравнить терапию с неким обучением? Потому что, если мы говорим, допустим, о маленьком ребёнке, который сначала учится переворачиваться, потом начинает ползать, только потом, спустя какое-то время, делает свой первый шаг и дальше начинает ходить. В этом смысле вот человек, у которого не было опоры, он учится во время терапии её находить, как-то с ней взаимодействовать? Или это всё-таки другая, и здесь такая аналогия не очень. Человек во время терапии, во-первых, учится слышать себя, учится слышать себя, учится понимать себя, потому что бесконечная зависимость от чужих эмоций, от чужих перепадов настроения, от чужих патологических характеров – это ситуация, где надо выживать или стараться приспособиться, естественно, не до того, чтобы себя слышать. Во-вторых, человек в терапии, общаясь с терапевтом, учится и слышать себя, и всё-таки строить, в данном случае, терапевтические отношения с терапевтом. Чем неблагоприятный человек постепенно понимает, что он может, как ему уже озвучено с самого начала, он может говорить всё, что захочет, без цензуры. Некоторым очень трудно принять смысл, что он может быть искренне. Звонок у нас. Здравствуйте, как вас зовут? Алло, добрый день. Да, слушаем вас. Здравствуйте, как вас зовут? Простите. Такой вопрос. Человек может от кошмара во сне сойти с ума? Да. Простите, мы не совсем поняли. Нет, я понял вопрос. Вопрос в том, может ли человек от кошмаров во сне сойти с ума? Может ли? Нет, не может, если человек от кошмарчик сойти с ума не может. Сойти с ума вообще какой-то… Это вопрос всегда удивлял. Что это такое? Но это не медицинский. Это не медицинский термин. Кошмары во сне могут измучить, кошмары во сне и плохой сон могут человека измотать и истощить. Но, наверное, у них есть ещё какая-то причина. Кошмары – это только одно из проявлений. Но кошмары, их можно вылечить, скажем так, если человек на протяжении какого-то продолжительного времени видит во сне кошмары? Вылечить отдельно кошмары? Я такого и работать не знаю. Что это, кстати, как психотерапия относится к этой теме? Как это классифицируется? Это то, о чём мы говорили. Как? Анализ сновидений – это страхи, подавленные, репрессированные чувства, которые вылезают во сне. То есть, наверное, если это очень мощные чувства страха или вины, это проявляется во сне чем-то ужасным происходящим с тобой или с твоим близким, или тем, что ты делаешь нечто ужасное. То есть кошмары – это о содержимом нашего бессознательного и анализируя сновидения, кошмары в том числе, мы находим смысл этого послания, которое мы получаем. То есть это может быть результатом подавления каких-то чувств, попыткой загнать их в глубину своего подсознания? Ну, мы всегда подавляем какие-то чувства. Как мы знаем, вытеснение – один из мощных механизмов защиты. Который у нас разрушает или нет? Ну, как разрушает? Защита, я очень люблю это сравнивать. Есть ситуации, когда тебе приходится защищаться. Это не лучший выход, но на данный момент тебя спасает от твоей боли, которую ты, может быть, непереносима. И механизмы защиты помогают тебе выживать в данном моменте, но с другой стороны у них есть эффект – проблема не решена. Она припрятана до поры до времени, всё продолжает на тебя опосредованно воздействовать. 672-12-93-9 и 672-13-93-9. Телефоны прямого эфира. Звоните, также пишите в WhatsApp 2306-191. Ну, вот возвращаясь к теме бессознательного и снов, ведь есть легенда, например, что во сне приходят решения на какие-то очень серьёзные вопросы. Например, Менделееву приснилась таблица Менделеева, или по крайней мере, так говорят. Какая-то задача тоже может быть решена, получается, во сне? Точнее, если человек очень долго над чем-то работает, и потом хоба – и результат. Я вполне допускаю это, что во сне может прийти какая-то невероятная идея. Всегда не бывало. У меня такое вывод, значит, невероятная хрена, ты просыпаешься с какой-то очень яркой мыслью. Ощущение, что ей надо бы запомнить. Запомнить не можешь. Она тает. Чем лучше пройти, тем быстрее она тает. Поэтому иногда люди, проходящие терапию, кладут рядом с кроватью на тумбочку блокнот и ручку и пытаются, проснувшись, быстро записать. Или хотя бы, только нынче времена изменились, можно наговорить в мобильный. Или сделать ещё что-то там в духе. Но я думаю, что да. Я думаю, что наша бессознательность способна выдать, выкристаллизовать идею, которой мы долго-долго шли. Если опять же вернуться в тему сна, потому что, ну, насколько все-таки это важный элемент, мы понимаем. Но вот интересно, что я читал, что люди не могут не спать, но при этом люди, которые будут не спать, умрут не от этого. И, соответственно, мы не можем не спать и умрём, скорее всего, если не будем спать. Но, тем не менее, умираем мы не из-за отсутствия сна. Вот это относится, конечно, к психотерапии очень косвенно. Но, тем не менее. Если говорить обо сне, как о восстанавливающем таком элементе, в том числе нашей нервной системы. Мы точно так же можем сказать, что если нас окунуть с головой в воду, то мы умрём не от воды. А, заливнёмся. Мы умрём. Мы умрём. Мы умрём того, чтобы задохнём, нечем будет дышать. Такая история. Я думаю, что сновидение… Есть много мифов. Есть история о каком-то индейском племене загадочном, которое прогнозируется заранее, загадывает сны, которое будет смотреть, и в них целенаправленно находит ответы на свои вопросы. Это некая сила убеждения, возможно. Ну, плюс мифологизация. Мир полон. Включайте интернет. Масса историй о загадочных племенах, живущих в Южной Америке, в Африке или ещё где-нибудь, которые наделены невероятной мудростью, просветлённой и живут в гармонах в гармонии с собой, с природой друг с другом. Ну, это пока с ними не встретишься. Да. Обычно исследователи встречаются, там находится много… Да. Почитаешь историю Африки, как-то никто не находил просветлённых племен. Люди выживали, и у этого были свои побочные эффекты, не очень благоприятные для окружающих. Есть очень страшная болезнь, очень редкая болезнь. Я как-то читал на BBC статью об этом. Это люди, которые не могут спать, там нарушение мозга, они не могут действительно погружаться в сон, они умирают через какое-то время. Часто это растягивается даже на годы, но, тем не менее, там, по-моему, всего несколько семей на планете этим заболеванием страдают. Что ты там слышал? Были истории, поскольку, к чему нас научил интернет, и каждый раз задавать вопрос, правда ли это. Были истории человека, который не спит уже 40 лет, прекрасно себя чувствует. Ну, это я не очень верю. У него масса творческой энергии, так он как-то устроен. Не знаю, звучит, вызывая зависть, когда твоя жизнь удлиняется значительно. Но вопрос, с какой ценой? Пришло нам сообщение по WhatsApp, пишет нам наш слушатель. Добрый вечер, мне после армии еще лет 10 снилось, что надо идти опять. Просыпался в ужасе. Это как? Ну, вот так и есть. Человек просыпался в ужасе после армии. Служба в армии – не самые приятные воспоминания его жизни. И, очевидно, есть некие ассоциации с армией. Очевидно, что-то в жизни этого человека до сих пор вызывает у него... Ну, что такое армия для чего-то, кто не прижился? Некая враждебная, подавляющаяся система, которая у тебя мало прав и очень много обязанностей, и большой арсенал разных кар. Возможно, что-то похожее происходило в жизни этого человека тоже. А почему, кстати, иногда, там, не знаю, армия, школа, какие-то события, которые оставили не самые приятные, может быть, впечатления, во сне проявляются, казалось бы, опять же, с точки зрения сознания не было никакой причины, там, через 10 лет, через 20 лет, ни с того ни с сего вдруг приснилась школа, в которой тебе нужно идти, а ты туда не хочешь? Моей маме, которой 78 лет, периодически снизится, что надо какой-то экзамен сдавать школьный. Это тоже набор ассоциаций, образ школы, экзамена. Это только очередной символ, связанный с тревогой, с испытанием. Для кого-то это будет школьный экзамен, а для кого-то будет ощущение, что ты в пожаре, или за тобой гонятся преступники, и еще много-много-много всего. Ну, то есть, за вот этой некой буквальной составляющей школы и так далее скрывается все гораздо более… Нашей бессознателью может быть любой символ, любую жизненную ситуацию и все, что угодно для того, чтобы зашифровать, закодировать послание, которое оно нам направляет. И это нужно уметь читать, и, в общем-то, лучше это делать с психотерапевтом. Ну, самому это сложно делать. Наверное, до определенного момента даже психотерапевт может делать сам, но потом снова будет нуждаться в помощи другого психотерапевта. Ну что ж, на этом мы сегодня завершим наш эфир. Это была программа «Диагноз недели». В студии работали врач-психиатр Ариэль Резник-Мартов. Меня зовут Вадим Родионов. Я с вами не прощаюсь. Через час встретимся в программе «Вечерний интерактив». Ариэлю говорим до свидания, до следующей недели. Всего доброго.